добрый вечер друзья сегодня мы разберем очень интересный клинический случай лечения шеяного остеохондроза у женщины 42 лет у нас есть снимочки за 15 октября 22 года и за 1 декабря 23 года но естественно тут не было 42 года сейчас 43 значит у нее была классическая клиническая картина это жалобы на ограничение повороты шеи значит не часто головная боль значит что-то и беспокоило вот пациенты всегда говорят как будто что-то мешает и так далее значит из диагнозов которые были в заключении у нее протрузии спонил артроз и он к вертебральной артроз вот и мы вот эти заключения можем посмотреть но перед этим обратите внимание на ее картину мрт значит за октябрь 22 и за декабрь 23 мы видим у нее наличие гемангиомки здесь она была ну тут чуть-чуть срезики другие сейчас я попробую подправить здесь она была описана даже точный был ее размер вот мы видим здесь гемангиомку в 3 4 5 6 6 и здесь вот но помимо гемангиомки мы видим отек костного моза в цепи этом позвонки и есть он c6 только надо смотреть в другом срезе я в конце покажу обязательно досмотритесь и расскажу откуда же он взялся итак смотрим ее заключение что у нее было у нее значит было протрузия c34 2 и 8 миллиметра да вот основное подчеркиваю потом у нем протрузии c5 c6 67 по 32 миллиметра и c4 c5 два с половиной миллиметра вот долготрущатые суставы определяется неравность суставных поверхностей субхондральный склероз вот значит позвоночные артерии одинаковый диаметр 3 миллиметра и вот заключение директивно дистрофические изменения шейного отдела позвоночника то есть но это есть остеохондроз даст признаки спондилеза он проходит здесь впереди это как бы отложение солей спондела артроз он к вертебральный артроз протрузии дисков и и геману его липома гемангиома и липома и геману его липома это одно и то же нарушение статики понятно вот значит самые большие у него протрузии были по 32 миллиметра значит мы ее лечили физиотерапии плазма 3 пи массаж мануальная терапия ей было до при протрузиях можно делать мануальную терапию и как видите у нее на повторном мрт через 10 месяцев у него протрузии стали меньше те которые были 32 обратите стали 2 миллиметра да вот уменьшились c5 c6 было 32 стала два с половиной и тут 1 32 было стало тоже меньше до 2 то есть динамика позити позитивно вот но у нее появился появились мр признаки отека костного мозга на телах c5 c6 вот реактивного воспалительного характера по типу модик 1 откуда же они взялись значит в то время когда наш массажист болел ей очень сильно захотелось пойти на массаж чтоб я размяли шейку она записалась другому массажисту тот не спросил ее сделал ей хруст на шее и появились появились вот эти вот проблемы вот смотрите я показываю с резики за 22 год у нее нигде нету этого отека на позвонках да ну врачи меня поймут и и вот здесь с резики за 22 год вот мы видим c5 позвонок отек костного мозга и c6 позвонок вот отек и здесь рядом гемонием к она якобы стала больше но это за счет отека чтобы было более понятно я поставлю вам сейчас два среза фронтальных среза вот ориентир будет гемонием к здесь она есть и здесь вот то есть вы мы видим что здесь нету отека вот отека костного мозга вот слева снимок за октябрь 22 года справа снимок декабрь 23 вот посмотрите какой большой у нее отек вот здесь вот на 2 3 4 на c5 позвонки это 5 позвонок c5 на этот c6 на c6 надо в другом срезе смотреть вот в этом срезе видите вот какой он отек почти половину тела позвонка это произошло из-за неудачного приема мануальной терапии он как-то очень сильно дернул то есть произошла травма над косницы тела позвонка она сразу к нам не пришла вот и думала пройдет сама но хочу отметить что отек над косницы никогда сам не проходит из-за этого и появляются гемонием и то есть причина сосудистый кризис то есть надо представить что здесь на теле позвонка как шишка произошла только в отличие шишки на лбу или синяк под глазом она сходит а вот внутри над косницы тела позвонка это дело не проходит значит лопаются сосуды значит после того когда сосуды лопнули разрушились значит перестает питаться над косница и если нету питания над косницы то появляется или эмонгиома или отек костного мозга воспалительного реактивного воспалительного характера это свидетельствует это от раме вот так мануальной терапии можно сделать траму я сам бы в это не поверил если бы пациент не описал не описала она сама и она как раз описывала это в присутствии другого врача нас клиники было двое были была медсестра еще были пациенты свидетелей то есть и есть медицинская карта пациентки вот это с ее слов возможно она упала где-то она говаривает на массажиста но зачем это ей надо вот конкретно с ее слов массажист сделал вот такую грубую мануальную терапию которая привела к к траме это настоящее то есть это надо расценивать как трава как будто по телу позвонка ударили молотком но еще пациенты ходят на ударную технику они также сам получают отеки костного мозга и были у меня снимочки таких пациентов но остались там в клинике фирсоне к сожалению показать вам не могу но я где-то в контакте выкладывал заключение а здесь у меня есть мрт до и после и заключение есть то есть все все как бы доказательства есть и самое главное жалобы пациента есть так присылают мне тут эти самые на ватсап и и сейчас я еще хочу показать вам значит сами тела позвонка в аксиальном срезе как они выглядят чтобы более подробно вы смогли рассмотреть что такое отек костного мозга и это дело сильно болит очень есть стало плохо после этого обезболивающие таблетки не помогают и так далее и тому подобное да господи как же его отключить ну зачем вы когда я веду стрим для его даже нету вы начинаете что-то мне присылать вот это же люблю вот такие вот пациентов праздники выходной день они пишут как мне лечиться что мне делать но придите на консультацию почту я вас осмотрю и буду говорить как лечить нет вы все хотите быть заочно это и есть невроз это есть лень я уже на сто процентов знаю что такие пациенты лечиться не будут вот что это основном невротики которые в выходные дни шлют задают какие-то вопросы я никогда пациента не видел не видел ни снимков ничего они мне пишут свои догадки и вылечите меня вот так вот по интернету заочно нет ребята так не бывает так сейчас я ориентир посмотрю так где этот позвоночник эти тела позвонков с отеком вот виден отек вот она белая не знаю тут показывают возьму карандаш вот она белая это вот спиной мозг на это позвоночный канал дужки тела позвонков вот и еще хочу показать снимочки именно до и после грыж как они стали меньше воды и маньем а вы можете посмотреть и маньем к в октябре в декабре вот на разных срезах то есть где-то она больше где-то меньше да вот здесь больше двадцать втором году двадцать третьем меньше и хочу вам показать вот этот модик вот видите тут его нету тут он есть в этом срезе он есть вот два среза и давайте посмотрим теперь на протрузии вот значит протрузия 15 октября снимок вот мы видим вот это же протрузия уже вы в декабре двадцать третьего года вот видите тут она больше тут меньше дальше следующий срез 15 октября 22 и 0 1 12 23 года видите динамика положительная еще одна протрузия здесь и здесь вот видите выбухание больше тут она меньше не знаю мышку видно не видно но от ориентируйтесь по этой желтой линии вот и написание это рентгенолог описал что они стали меньше я вам показывал мы вот тут сравнительно вы видите что вот эти вот выбухание вот здесь гораздо больше то есть это эффект лечения физиотерапии плазмы то есть даже протрузии лечится по нашей методике не только вижу грыжи вообще хорошо лечится протрузия это просто не созревшая грыжа это как бы начало выбухания диска но они тоже лечится спокойно плазма терапия физиотерапии если бы не этот неудачный случай с с этим массажистом который сделал ей мануальную терапию то было бы наверное все хорошо но как говорится моем это еще моем а то есть вот не было ничего да у нее кстати на повторном описание и не описали спонил артроз вот вернее он к вертебральный артроз чуть-чуть другой артроз если тут внимательно читать вот ну вот вот это тепло снова за теперь очень тяжело лечить вот мы начали искать мужчину причины там не только говорится неудачный мануальной 3 перед грубо говоря если бы шея изначально была здоровая то здорово шея выезжает и удар битой вот как выдерживают спортсмены каратисты боксеры так далее потому что они здоровые спортивные люди поэтому надо заниматься не только физкультурой но и спортом вот такое вот заключение буду заканчивать спасибо за внимание оставляйте свои комментарии пишите вопросы с вами был виталий казакевич нейроклиника в митина наш адрес митинская 17 приходите лечиться пока пока